Светлана Сирота спрашивает, как вы, Константин Натанович, предохраняетесь от коронавируса? Я в Америке, тут очень жёстко идёт такое давление на людей, их уговаривают, убеждают. Вот закрыли пляжи, я очень любил и люблю ездить вдоль океана на велосипеде. Сейчас вот по этой дорожке, которая идёт вдоль океана, в 10-20 метрах от океана, ехать нельзя, к сожалению. Вот чуть-чуть дальше, в 200 метрах от океана ехать можно. Но я тут пожаловался друзьям, американцам, на этого губернатора, на мэра Лос-Анджелеса, что это неверное решение, закрыть пляжи. Последние дни перед закрытием пляжей и дорожек я каждый день катался, но там очень мало народу было. На пляже вот вдоль океана люди гуляли, но расстояние между ними 200-300 метров. Очень мало людей, а уж отдыхающих, загорающих и того меньше. Вот, ну, понимаете, тут же ведь у меня в книге есть такой пример. Значит, я прилетел, значит, я рассказываю в книге, как я их предупредил за два года до сентября 2001 года. И когда теракт произошел, я вылетел сразу из Москвы, там, поработал, сделал, возвращаясь назад. Значит, этот теракт был 11 сентября, 29 сентября. Возвращаясь назад, и в аэропорту стоят эти приборы, просвечивания, прям вот всех пассажиров просвечивают и говорят, у вас маникюрные ножницы. Я говорю, да, сдайте. Я говорю, как, это же багаж. Все равно теперь мы будем запрещать, сказал мне полицейский. Возить в багаже маникюрные ножницы. Вот огромный баг, кидайте туда. Мы из этого металла сделаем памятник жертвам теракта. Ну, я выкинул, там валялись маникюрные наборы, хорошие, дорогие. Но понятно, что вот эта фраза теперь будет так. Но это они боролись с паникой. Они демонстрировали, как сильно власть заботится о людях. И вот это закрытие пляжей, закрытие дорожек, это то же самое. Все борются за социальное дистанцирование, social distancing, чтобы люди были не ближе, чем два метра друг от друга. Ну, так вот они ввели этот запрет. Теперь все, кто бегает, а бегают тут очень многие, все, кто ездят на велосипеде, все там мамы и папы с колясками, они вот толпятся на этом подъезде к пляжам. Бегут до пляжа до момента, где стоит запретный знак. Потом назад. Ну, эффект прямо противоположный. Вот. Я не ношу маску. Хотя вокруг меня есть несколько паникеров, параноиков, я бы сказал, которые ходят все время в маске. У меня есть один знакомый. С ним разговаривать невозможно. Он все время ест лук и чеснок. Причем чесноком смазывает себе там нос, рот, шею, уши. Ну, очень ужасно. Есть человек, который носит очки, а поверх очков еще такая прозрачная пленка. Значит, она закрепляется здесь. Ну, тоже ее рекомендуют. Вообще, американское правительство рекомендует людям сидеть дома и не выходить. Я катаюсь каждый день. Мне, честно говоря, кажется, что я уже переболел. У меня было такое что-то типа гриппа. Потом мне в сентябре делали прививки от всех легочных заболеваний, от туберкулеза. И мне объяснили здешние врачи, что это, значит, свободен. Можно не волноваться насчет этого COVID-19. Ну, я из уважения к власти, из уважения к другим людям, я соблюдаю эти правила social distancing. Я не езжу никому в гости. Я кофе люблю. Значит, сейчас здесь сделано так. Мой любимый кофе – это компания Пирс. Значит, у входа стоит столик. По очереди все подходят. Очередь небольшая, правда. Заказываешь, платишь, отходишь. Ждешь, пока выполнят. И, ну, держаться на дистанции. Когда люди идут навстречу друг другу, ну, они обходят друг друга, так сказать, на дистанции 2 метра. Ну, это просто уважение к людям, потому что, ну, некоторые боятся. Параноидально, так сказать, настроены. Ну, и власть чуть-чуть передавила с этим, с пропагандой самозащиты. Это не пропаганда политическая, понимаете. Это противопропаганда карантина. Как средство защиты от вас, защиты и окружающих от вас. То есть, все честно. Сейчас все готовятся к тому, что будет поголовная проверка. Кто переболел, у кого есть антитела, кто еще заразный. Ну, вот я хочу успеть накататься до тех пор. Вот я, видите, какой загорелый. Это потому, что я каждый день катаюсь там по несколько часов на велосипеде, где разрешают. Ну, не разрешают вдоль океана. Ну, просто по дороге катаюсь. Я не обижаю американцев. Я проверил. Что я сказал на велосипеде. Да.